ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Привет! С вами Наталья Кочеткова. Сегодня мы будем читать книги для малышей о дне и ночи в программе ПОЧИТАЙКА! Если вы помните себя малышами или у вас есть младший брат или сестра, то наверняка знаете, что маленькие дети не всегда бывают послушными. Иногда им страшно, хочется убежать от взрослых с тротуара на проезжую часть, например, или пройтись по самой кромке водоема, хотя они пока не умеют плавать, залезть на подоконник открытого окна, поиграть с огнем или сделать еще какую-нибудь очень опасную вещь, про которую взрослые много раз говорили, что так ни в коем случае делать нельзя. Вот и маленький зайчонок, герой книжки для малышей Маргарет Уайс Браун, решил, что убежит от мамы. Почему? Не почему. Просто так. Так захотел. К счастью, прежде чем исполнить задуманное, он поделился этим намерением с мамой. Мама решила не ругать сына раньше времени, а подыграть малышу. Кем только не обещал стать зайчонок, чтобы мама его точно не поймала. И форелью в реке, чтобы уплыть. И горной вершиной такой высокой, чтобы на нее нельзя было забраться. И птицей в небе. Но каждый раз мама находила ответ. Кем станет она, чтобы всегда быть рядом со своим ребенком и помочь ему в трудной ситуации. В результате малыш, конечно, передумал убегать. Книжка-картинка «Как зайчонок убегал» Маргарет Уайс Браун с иллюстрациями Клемента Херда – классика англоязычной литературы для самых маленьких. На протяжении нескольких десятилетий ее читали детям по всему миру. На русском языке она тоже регулярно переиздается. Возрастная маркировка издания – 0+. Дни бывают разными. Бывает, что день вроде тянется бесконечно, ничего особенного не происходит. Но потом, если его вспомнить, то и сказать про него нечего. Ничего интересного не случилось, как будто и не было этого дня вовсе. Такие дни хочется поскорее пропустить. Забыть, лечь, спать, чтобы проснуться утром. А бывает, что день такой насыщенный, как будто с утра до вечера прошла целая неделя. Столько событий и впечатлений в него уместилось. С такими днями очень трудно расставаться вечером перед сном. Кажется, что еще что-то могло бы в этот день поместиться. Конечно, для совсем маленьких детей каждый день полон подвигов, открытий и приключений. Ведь они пока такие маленькие, а мир такой большой и неисследованный. За день столько успевает произойти. Вероятно, поэтому малыши так плохо засыпают по вечерам. Им кажется, что еще осталось немного сил, и их можно потратить на что-то важное. Но если оглянуться вокруг, пожелать всем предметам и игрушкам спокойной ночи, то станет понятно, что уже действительно пора спать. Именно так поступает герой другой книги Маргарет Уайсбраун и Клемента Херда «Баю-баюшки луна». Это самая засыпательная книга, которая мне известна. Она работает как колыбельная и при этом оставляет ощущение, что день закончился правильно, а новый будет еще лучше. Возрастная маркировка 0+. Итак, я вам сегодня рассказала о книгах Маргарет Уайсбраун и Клемента Херда «Как зайчонок убегал» и «Баю-баюшки луна». Послушать программу можно также на сайте детского радио дети-фм.ру в разделе «Почитайка». Приятного вам чтения и до новых книжных встреч!